Средства самозащиты Средства самозащиты. Для кого они опасны? Еще одно заблуждение это средства самозащиты. Такие как газовый баллончик, нож, телескопическая дубинка, травматический пистолет и им подобное. Как показывает статистика и практика, в 80% случаев человек просто не успевает их достать и воспользоваться. А если говорить про нож, то даже если его и достают, то не могут правильно использовать. Или из-за страха, или из-за неумения. Также не стоит забывать про уголовную ответственность за превышение самооборота. Если попадешь агрессору в сердце, или по горну ножом, или из травмата стрельнешь в глаз, то тебя точно посадят. Такое у нас законодательство. Кто пострадал, тот и прав. А ношение таких вещей с собой дает излишнюю самоуверенность и многим даже бордость. Они начинают дерзить и сами идти на конфликт. В надежде попантоваться своим оружием. А потом получается, что они или вообще не успевают его достать, и получают по шею по полной программе и лишаются своего оружия, которое встает трофеем победителя. Или достают и неумело используют, попадая под криминальную ответственность. Поэтому с этой точки зрения средства самозащиты опасны для того, кто их носит. Конечно, в некоторых случаях нож или травмат бывают очень полезны. Но они скорее используются как средство для запугивания, чем для реального применения. То есть, когда ты видишь реально готовящегося к атаке гопника, тогда можно достать оружие и сделать вид полного психа, показать, что ты готовишь ты до конца и порежешь все, что будет к тебе приближаться. С этой точки зрения средства самозащиты полезны как предотвращение нападения, чем как защита во время самого нападения. Если хорошо подумать и включить соображалку, то средства самозащиты можно найти в кармане. Например, связка ключей может вполне сойти за костер. Если ключи просунуть между пальцами, таким снарядом можно нанести человеку серьезные травмы. Также обычная зажигалка, а тем более железная, может вполне сойти за утяжелитель в кулаке и дать солидную прибавку в силе удара. Конечно, носить с собой средства самозащиты или нет, выбор конкретно каждого человека. Но я все-таки уверен в том, что сначала нужно сделать средства самообороны из своих кулаков и тела тренировкой, а уже потом думать про оружие.